Продолжение следует... Очередной сеанс. Клиент все тот же. Болячек меньше. Болячек меньше. Жалоб меньше. Возрещение мудрых людей. Вот это вот. Мы хоть не утверждаемся. Или самоутверждаем. Человеческие споры бесконечны. Не потому, что невозможно найти истину. А потому, что спорщики ищут не истину, а самоутверждение. Очень актуальное в нашей жизни понимание. Природа непонимания. Друг другом. А вот у нас еще на тему нашу Михаил Владимирович Кутушев со своей диссиметрией. Диссиметрия жизни и обратная сторона этого процесса симметрия рака, онкологии. Еще одна мудрая мысль, которая невозможно не озвучить. Золотое правило о том существовать с медициной и продолжить подольше от гениального хирурга Амосова. А сказал он не что иное, как врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Вот мы и пытаемся используя всякие подручные средства добывать это здоровье. И вроде как получается неплохо. Очередной сеанс. Но сейчас у нас немножко изменения произошли. Мы пытаемся методами волновой волновой терапии. Волновыми методами, а именно использование так, где катушка? Вот такой использование вот такой вот небольшой катушечки очень остро направленным с очень остро направленным вихрем. значит воздействовать на точки так называемой точки акупунтура или точки БАД, биологически активные точки запускать канальную энергетику. Вот уже мы делали да уж наверное месяц прошел. Делали сеанс и вот столов 20. Ну это да, с того времени значит уже месяц прошел и я все время как бы наблюдаю очень сильно мы приподняли значит работу каналов до начала. А до начала это то, что у тебя вот практически так сказать вон какая аура мощная понимаешь канала о, видишь выше а и и а и 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 по левой стороне и 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 очень замечательная вот на сегодняшний день смотри аура по сравнению с теми предыдущими разами вот вот аура вот канальная энергетика как поднималась вот уровня среднего уровня до вот до куда до сюда в районе вот а сегодня вот на начало уже у тебя смотри то есть держится аура так сказать ну круглая все нормально а уровень пропускной способности канала вот видишь куда приподнялся ну сравнительно вот из этого диапазона он приподнялся выше этого диапазона который достигалось в прошлые разы так что это тут даже я сейчас затрудняюсь затрудняюсь скажем что-то предложить конкретное потому что и так они как бы довольно занимают хорошее состояние и гармоничное даже затрудняюсь предложить ну если только попробовать еще приподнять пропускную способность их вот как бы так а для этого будем воздействовать тоже на канал легких и толпы наглядно посмотрим как движется ци по меридианам меридиан легких парный симметричный центробежный относится к системе инь насчитывает 11 точек акпунктуры на каждой стороне меридиан толстой кишки парный симметричный центростремительный относится к системе ян насчитывает 20 точек акпунктуры на каждой стороне если приподнимется значит еще выше к следующему разу значит это будет значит прекрасный эффект а идея вот в чем в чем значит нам есть такой в Москве Ануашвили Автандил Николаевич вот его как бы квадрат Ануашвили он делает фотографию человека и потом из этой фотографии делает из правых половин отдельно фотографии из левых половин отдельно и сравнивая их значит сравнивая их по связи между значит полушариями насколько она так сказать это все отражается на этих фотографиях связь между полушариями и активность полушарий значит и помещает после анализа фотографии человека в один из квадратов вот этой сорока девяти квадратной так сказать у него семь по вертикали значит градации и семь по градации значит чем ниже вот этой средней линии тем больше дестабильность дестабильная значит психика а значит дестабильность и депрессивность значит тем больше депрессивность и задача собственно наша вот воздействие на канальную энергетику приподнять уровень стабильности психики а в том числе значит как оборотная сторона медали и физиологии на уровень как можно выше значит перевести человека из некого склонности к депрессивным состояниям в достаточно стабильное состояние и по вот этим которые значит судя по вот этим характеристикам достаточно стабильное состояние ты вышел из того состояния когда был на средней линии вышел так сказать ну в идеале пока в идеале скажем так достигнуть даже вот этого среднего уровня очень неплохое достижение когда значит ну если говорить еще о правой левой стороне значит левая сторона это доминирование левого полушария это логичность доминирование правого полушария интуитивность значит при ну люди так устроены что значит гармоничных настолько чтобы оба полушария работали с одинаковой силой редко встретишь поэтому значит деление на типы еще испокон века значит этих холериков сангвиников флегматиков и меланхоликов значит вот это крайние так сказать типы в этой таблице холерики и меланхолики это дестабильные нестабильная психика склонность депрессия сангвиник и флегматик это стабильные но один логический стабильный другой интуитивный стабильный значит мы ставим себе задачу во-первых приподнять уровень стабильности во-вторых активировать полушария насколько это возможно чтобы так сказать это некая гармония так сказать наступала в работе полушарий и а это можно сделать будет если какая-то сторона будет не дорабатывать значит вот можно будет активировать больше одну из сторон ту, которая не дорабатывает скажем придет всегда полигматик мы ему будем работать на логическую сторону на левую сторону это ум воспитание образование так все что основной контингент у нас все таки с развитым левым полушарием больше особенности культуры так скажем так что сегодня мы будем стараться приподнять да так вот одна сторона как бы это воздействие значит генераторной катушкой активация организма физиологию а значит и обратной стороны психика стабильности и вторая сторона каким образом сохранить вот это достижение вот этой вот стабильности как можно дольше для этого для этого значит если вот говорить про этот квадрат как как минимум уровня вот этой центральной значит полосы где если это соотносить с понятиями или представлениями о энергетических центрах этих вот центрах значит то хотя бы достичь уровня сердечной то есть сердце то есть состояние то что в христианстве звучит как возлюбие ближнего своего как себя самого а это значит состояние достаточно высокой стабильной стабильной стабильности психики и вот один из вариантов каким образом можно сохранить вот эту стабильность достигнутую воздействию это вот одеяло одеяло которым нужно на котором нужно спать и которым нужно накрываться чтобы так сказать со всех сторон было это одеяло вот это одеяло как раз будет выполнять вот эту функцию сохранения стабильности потому что оно как раз согласует право-лево право-лево то есть заставляет мозг активнее работать и право-лево и согласованную работу то есть активность полушарий и право-лево одновременно эту связь то есть мозолистое тело и также низ-верх или вверх-низ а это значит подвигнуть людей к большему развитию выше этого центра к развитию высших центров так что есть методы ну вот будем пробовать практически вот на запястьях на сгибе две точки одна тонизирующая другая пособник по две точки сегодня если мы там делаем по одной то теперь по две точки и параллельно с ней работающий это значит выходной канал работающий входной канал это толстой кишки точка точка хэгу это четвертая и одиннадцатая по-моему ци 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 да значит работающий по наружной поверхности руки ну гипоталамус мы все время смотрели значит как он работает но еще с одной точки зрения это гипоталамус как он так сказать вот смотри что творится то есть гипоталамус довольно активно так сказать соединяет. То есть это вот и есть как бы уровень, так сказать, единения вверх-вниз. Если дойдет до сюда, это будет вообще идеальный вариант. А это все одеяло. Это все одеяло. Вот эта вот, так сказать, активность вверх-вниз и право-лево, это будет в основном одеяло. Поддерживаться, как минимум. Так, ну что еще тут? Как бы я уже все и сказал. Из теории. Из теории. Гидролизер для получения водорода как бы сделан, но, к сожалению, пока блок питания к нему не подобрать. Один эксперимент, но оказался неудачным. Надо трансформатор перематывать. Ну, думаю, к следующему разу будем пить водородную воду, повышать уровень антиоксидантов. Так, ну, заканчиваем. Ну, так, значит, диссиметрию сейчас посмотрим. Параж, да? Параж, да? Параж, да? Параж. Шесть, девять, семь, семь, один, семь, два, семь, три, семь, два, семь, два. И еще вот этот, гипталамус посвящий. О, ха-ха-ха-ха-ха. Вот ты что хотел? О, блядь. Вот это мне нравится. Смотри, насколько увеличилась эта связь, не сверху, так сказать, связь не сверху. Ну вот сейчас показываем. Так, ну значит в чем идея. Вот мы работали на активацию работы канала легких по внутренней стороне руки. Две точки и канал параллельно работает, это значит выходной канал, входной толстой кишки, через указательный палец, по внешней стороне руки, на лопатку, дальше сюда. Ну это внутренний ход канала, мы как бы, я не рассматриваю сейчас это дело. При этом, значит вот мы делали по пять минут, одну точку, вторую, по пять минут. Значит вот что получилось у нас в конечном. В конечном так сказать. Итоги. Аура, вот зелененький аура, вот, вот была красная это до того, вот зелененькая аура пошла, увеличение ее. Аура гипоталамуса, вот, насколько увеличилась, захватила уже даже до колен дошла. То есть вверх-вниз, вот это мне больше всего нравится, так сказать. Вот это аура. Это значит, открывается возможность управлять собственным, так сказать, вот это мыслеобразом, мыслеобразом, если еще с дыханием это совместить, управлять процессами в организме, направляя внимание отсюда, значит, в любую часть тела, а значит, при этом восстанавливает, значит, вот эту вот иннервацию, во-первых, нервную иннервацию, мозг, орган. И, ну, нормализует, так сказать, вот кровообращение, нервную рвацию, кровообращение, соответственно, значит, снабжение, то есть, нормализует или приводя состояние внутренней среды, внутренняя среда, она, как бы, требует постоянной работы во всех органах и системах. И там есть, как бы, вот эти стандартные параметры, которые определяют постоянство внутренней среды. Ну, начиная, условно говоря, от сахара в крови, там, что тебе важно, до элементов крови, там, и так далее. И, значит, при этом канальная энергетика у нас приподнялась, вот, собственно, вот канал лёгких и канал толстой кишки, мы на него воздействовали по одной стороне, это правая сторона, левая сторона, вот канал лёгких и толстой кишки. Остальные каналы, значит, ну, чуть-чуть приподнялись, но они, как бы... С ними и работают. Значит, с ними будем работать в следующий раз. Если бы мы делали это каждый день, условно, то вот следующие по ходу каналы, они были бы немножко, значит, угнетены, и мы бы на них валим. Потом на следующий еще. Ну, посмотрим, как это будет, через сколько это ты придешь и как будет развиваться событие. Но, по идее, со временем это всё приподнимется. Должно приподняться вот так. Если что-то не приподнимется, значит, надо будет воздействовать на этот слабое, слабое, так сказать, звено, так называется, приподнимать его активацию. Так что, пока мне вот это всё нравится. Так что, на сегодня как бы всё. Спасибо за внимание. Что мы имеем? Сегодня у нас девятое число. Вчера мы делали с тобой легкие толстые кишка. Сейчас вот опять смотрим, как, что менялось, что поменялось или что. Вот на новом картинке. Ну, аура закаривает просто за эти самые, за все. Нужно поперек лист ложить, чтобы она влезла. Так. Вон, смотри, это гипоталамус. Аж перешел, перешел это самое, все границы. Вставляешь? Так, что еще, что еще? А, канал вот здесь смотрим. Вон, смотри, куда ушел. Ух ты. Ну, вот не напоминаешь. А у меня-то уже скрин-рус. Другая программа. Да. Скрин-рус он, как-то говорят, не отступен. Так. П, Л, Е, О, С, Л, Б, А, П, С, Л, В, С. Так. Вот остановка. А это немножко повыше. Угу. Е. Видишь, и он больше вметает вот канал желудка. Ж Максимович, القons within 200, 210, 220, 230, 230. Согравишь? Ха-ха. Работаем. Работаем. Действительно. А-ха-ха-ха. 230 до 10 метра, я понимаю. Ну все тогда, значит, следующий, значит, вот в этом круге, в этом круге к энергообращения в течение суток Взаимоотношения каналов так устроено, что у них есть разные взаимосвязи и взаимовлияния внутри вот этого круга Есть просто круг, так сказать, активности, как бы, в течение суток Каждый канал, там, в течение суток, 12 каналов, 24, значит, 2 часа примерно максимальной активности И в это время его можно наиболее продуктивно на него воздействовать Точнее, воздействовать Воздействовать? Да, ну если воздействовать, скажем, ну тогда надо ночью, там, ну, как бы, привязываться Это не для нас Это когда сам будешь делать, тогда будешь вставать ночью А мы пользуем систему, которая вот в этом круге взаимоотношений, значит, наиболее наглядно Вот на этом графике, который вот вырисуем, он показывает состояние именно в привязке к нервной иннервации Вот симпатический, парасимпатический отдел вегизативной нервной системы, да И у него немножко другие, так сказать, взаимоотношения Они через, переходят, как бы, через пары каналов воздействия И вот мы делаем именно с точки зрения стимуляции Каждый день стимулируем, ну в идеале, как бы, да Одну пару каналов Вот вчера мы простимулировали вот эту пару Вот вчера П, значит, легкий и толстый кишка И по этой стороне Легкий и толстый кишка Вот сегодня Если вчера, вот они где-то были тут вот Чуть выше вот этой вот, как бы, линии вот этой серы То сегодня, видишь, они даже еще больше показывают пропускную способность И видно, что вот легкий и толстый кишка Как они угнетают следующий по ходу канал А канал желудка следующий Вот он, видишь, вниз пошел И здесь тоже легкий, да А вот канал желудка, вот он Значит, сегодня мы будем воздействовать на пару каналов желудка, почки Меридиан желудка Парный, симметричный, центробежный Относится к системе ЯН Насчитывает 45 точек, а к функтуру на каждой стороне Меридиан желудка Парный, симметричный, центростремительный Относится к системе ИН Насчитывает 27 точек, а к функтуру на каждой стороне И здесь также канал желудка, почки Будем приподнимать их, чтобы они выровнялись вот с этой парой И тогда вот таким образом, такой, значит, в течение вот этих шести, как бы, сеансов Приподнимем всю энергетику Ну вот посмотрим, насколько она приподнимется Вот я сегодня это уже, смотри, насколько По сравнению с тем, что вчера ты пришел А, вот этот, да? Ну, даже по сравнению с этой, видишь, они приподнялись Ну, короче, вот идея в этом, значит, поэтому Поэтому, давай в бой И все знаешь А, вот эти каналчики тебе сейчас Поближе Поближе Смотри на них Смотри на них Вот канал на, на, практически, значит, на Вот на ступне, на ступне С внутренней стороны ноги С внутренней стороны ноги Да Поехали Тоже так же по пять минут Пять, 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 пять То есть, значит, пять на одну Десять, десять минут, десять, десять То есть, вот сорок минут это тебе Будет Я сейчас выключаю Пока суть за дело А ты делаешь Так, вот Сорок минут Мгновение Ага И все И здоров И здоров Так вот потихоньку Главное регулярность Во всем Так, ну что Смотрим тогда Так Ну что Интересно Зелененьким сейчас это дело сделаем Так Так Ну, смотрим Ух Даже Даже Куда ушло Значит, поднес-то Ну, немножко Это Потом, наверное, вырваться Посмотрим, как это будет Ну, во всяком случае Вот Легкие Толстые кишка Желудок Почки А желудок Почки Легкие То есть, вот они Приподнялись Следующие Пары канавлов Это Значит, немножко Ниже Значит, вот таким образом За эту неделю Даже сделаем Весь круг Посмотрим А, еще Подожди Тут же не все Еще же надо Посмотреть Как поднялся Как это называется У нас Коэффициент диссиметрии На счетах Произгляд Скоро 216 217 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330, 330, на 100. Ну дай его. Ты скоро помолодеешь, так сказать, моложе меня будешь. Пить грустно надо младить. Да, пить надо меньше. И чтобы не опускать, так сказать, не переходить в дисгармонию, чтобы в дистабильное состояние переходить. Так, ну что? Значит, ну вроде все. Ну, PH уже я особо не хочу досмотреть, но давай посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 7, 7, 1, 7, 2. 7, 2 стабильно у тебя делят. Ну это, PH это же состояние внутренней среды, а постоянство внутренней среды тоже организм сам своими, так сказать, путями восстанавливает. В том числе, значит, вот PH старается. Как бы мы там ни старались его закислить, а он бам, значит, он, так сказать. А если вот в закисление уже уходит организм, значит, что-то не срабатывает. Ну, как и со всеми параметрами, я вот скоро разберу там где-то 12 параметров, ну, как бы констант организма, который, в принципе, когда они держатся на своем уровне, то есть практически человек здоров. Как только что-то нарушается, так и эти константы начинают уходить, ну, в большей или меньшей степени, быстрее или медленнее. Так что будем стремиться к чему-то, мы будем стремиться к стабильности. Стабильность это всегда хорошо. Даже в жизни, не только в здоровье. За что и бьемся всю жизнь за стабильность. Так, ну, на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok